Харе Кришна! Мы начали садхана-бхакти, нектар преданности, раздел садхана-бхакти. В этой теме есть несколько моментов, которые требуют внимания нашего, для того чтобы это у нас каким-то образом осталось, закрепилось в нашей памяти и как-то повлияло на наш подход к сознанию Кришны уже сейчас. То есть это основа практики сознания Кришны. Бхакти Расамрати Синха содержит в себе знание, являющееся основой практики сознания Кришны. Для того, чтобы быть хорошим садханой, человек должен знать нектар преданности, должен хорошо понимать его. Понимание подозревает, что каждый философский момент мы видим, каким образом он относится к нам, как это применяется на практике. Если мы что-то слушаем или читаем, или обсуждаем, но не понимаем, как это на практике должно применяться, как это относится к нам, то мы не получаем благо от обсуждения. То есть обсуждение эффективное, это когда мы получаем ясность полную, как это относится к нам и как это можно применить на практике. И вот здесь есть моменты, которые требуют нашего внимания, начиная с определения садхана-бхакти. В прошлый раз мы прошлись кратко по определению садхана-бхакти. Садхана называется деятельность, совершаемая с помощью материальных чувств и ума. Целью которой является развитие пробуждения бхавы. И во второй строчке говорится о бхаве ните-сидосе бхава-ся пракаттям хриди-садхята. Эта бхава не развивается искусственно в результате практики садхана-бхакти. Она уже ните-сидосе, вечно совершенная бхава. А стхай-бхава уже есть в каждом живом существе, в каждой душе присуще. Его личность, стхай-бхава, сварупа и все присущие ей чувства и эмоции по отношению к Кришне. То есть это заложено в нас, как Шилупарпад говорит, как способность ходить заложена в ребенке. То есть это тоже важный момент определения. Мы не пытаемся развить что-то искусственное. Сознание Кришны является изначальным сознанием каждого живого существа, которое в данный момент покрыто материей. Но садхана-бхакти это такая практика, с помощью которой можно очиститься от этого материального покрытия и дать возможность этой вечно живущей в нашем сердце бхаве, чувствам в отношении Кришны, пробудиться, выйти наружу. Вот это определение садхана-бхакти и садхи-бхава. Здесь есть такие слова, на них следует обратить внимание. Садхи-бхава означает то, чьей целью является бхава-бхакти. То есть сокрытие садхи-бхава, деятельность, совершаемость чувств, целью которой является пробуждение вот этой вечной бхавы, живущей в нашем сердце. Вот эти слова садхи-бхава, целью которой является пробуждение бхавы, это отражение принципа Аниабилашшашуньям из определения чистого предного служения. То есть что такое садхана? Это деятельность с помощью чувств, совершаемая с помощью чувств, целью которой является пробуждение бхавы. Никакой другой цели нет в этой деятельности. То есть вот это садхи-бхава, это отражение, проекция принципа Аниабилашшашуньям, отсутствие каких-либо других целей и желаний в предном служении, кроме желания достать удовольствие Кришне. И на уровне садханы, вот этот принцип Аниабилашшашуньям проявляется вот таким образом, садхи-бхава, целью которой является пробуждение бхавы. То есть садхака практикуют различные процессы предного служения с этой целью, с целью с помощью их практики пробудить бхаву. То есть его целью садхи-бхава. Слово означает цель. То есть его целью является бхава. Это очень важный момент. Мы повторяем с вами святые имена, мы читаем книги, шастры, мы слушаем, мы занимаемся служением практическим. И часто мы можем становиться жертвой такого ущербного, непрогрессивного умонастроения, желание закончить побыстрее, желание вычитать круги, желание отчитать какое-то количество минут или страниц в книге. То есть мы думаем о том, когда я закончу эту деятельность, и я смогу пойти позавтракать или пообедать, я смогу пойти полежать, поспать или пойду, сделаю что-то, что моим чувством легко и приятно. То есть мы можем так думать в момент совершения деятельности в предном служении. Но здесь говорится садхи-бхава, целью которой является пробуждение бхавы. То есть качественная садхи-бхава, мы говорили о том, что бхава, судур-лаба, ее пробудить очень сложно, очень редко это встречается. Потому что садхи-бхава, которая является методом пробуждения бхавы, она должна отвечать очень сложным условиям. И вот это садхи-бхава, это одно из условий. Целью этой практики должно быть пробуждение бхавы. Чтобы было еще понятнее, что нам надо с вами пробуждать, бхава какая-то, какие-то эмоции присущие сварупе. То есть это может звучать довольно теоретично для нас. Есть синоним, но есть синоним у слова бхава, который поможет нам понять лучше сейчас уже, что такое бхава и что нам нужно пробудить. Синонимом слова бхава является слово рати. Слово рати указывает на привязанность. Привязанность. Рати это привязанность. И это очень сильная привязанность, привязанность всем существом. То есть всем своим существом человек может быть привязан к чему-то. Родители могут быть привязаны к детям. Супруги в Кали-югу не так часто, но могут быть благочестивые. Привязаны очень сильно друг к другу. человек может быть привязан к месту он не может покинуть свое место не не мыслит переезд из своего города или деревни то есть это при приносит реальную боль настолько сильная привязанность я привожу при материальные примеры которые нам могут быть понятней то есть представьте вот вот эту привязанность которая как вот мы обсуждаем арджуна привязанность к его родственникам она иссушила его чувство ничто не может утешить его и вот этот факт потери родственников их гибели не может утешить никакое количество материальных богатств или даже достижение райских планет арджуна признается в этом что его чувства высохли просто нету способа как-то их успокоить то есть настолько сильная привязанность и естественно что по отношению кришне эта привязанность будет еще сильнее эмоции будут еще сильнее чем случае с привязанностями к материальным объектам то есть рати это цель ба цель это синоним бавы это цель саданы целью саданы целью этой деятельности с помощью чувств когда мы занимаем чувство практическим преданным служением воспеванием слушанием и другими процессами на целью этой деятельности является развитие рати сильной привязанности кришне эмоции являются ее естественными спутниками и частью это рати и бава это одно и то же слово рати указывает на привязанность любовная очень сильная привязанность вот такова цель саданы и совершать садану нужно с этой целью то есть наша цель не не намотать круги да не на щелкать на своем счетчике сколько мы их намотали не закончить это как ритуал чтобы потом начать уже жить то есть аскезы закончились теперь начинается жизнь то есть целью является не освобождение от занятости чувств в практике целью является пробуждение сильной привязанности где нет мыслей о разлуке с объектом привязанности то есть кришна является объектом привязанности для преданного достигшего рати и кришна является объектом поклонения и служения которому садака стремится развить привязанность естественно для садаки нелогично и не не последовательно желать отдохнуть от объекта от объекта своей привязанности от объекта своего поклонения которым Он хочет развить привязанность. Контакт с этим объектом как раз является средством развития привязанности. Кришна всепривлекающий. Он полон трансцендентного блаженства, и контакт с Ним естественным образом пробуждает душу, пробуждает эмоции духовные, пробуждает чувства естественным образом. С одной стороны, с другой стороны, есть препятствия в форме прошлых, последствий оскорблений и в форме несовершенства практики в данный момент. Но, тем не менее, контакт с Кришной. И контакт с Кришной осуществляется для садаки через процессы преданного служения. То есть, общаться с Кришной и повторять имена Кришны – это одно и то же. То есть, это и есть общение с Кришной. Повторяя святые имена, приходит в контакт с Кришной и его духовной энергией. Он таким образом общается с Кришной. И известное произведение Господочитания, единственное в письменной форме, дошедшее до нас. Шикшаштыка, второй текст Шикшаштыки. Там говорится, что Господь дал возможность легко достичь его, повторяя его святые имена. Но я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения на такой литературный перевод. Ишила Пруппада, когда эту страфу цитирует, и он объясняет ее в несколько раз, в нескольких случаях. Я читал транскрипты лекций Шилу Пруппады, где он цитирует вот эту шлоку. Он объясняет ее следующим образом. Кришна милостиво дал возможность общаться с ним, повторяя его святые имена. То есть, Кришна не отличен от своего святого имени. И в форме святого имени он делает себя доступным для того, чтобы обусловленные души могли общаться с ним. Кришна не отличен от своего святого имени. Естественно, что вот это знание, которое мы сейчас обсуждаем, должно стать основой нашей практики, должно стать мотивацией для нашей практики. Мы общаемся с Кришной, и желать прекратить общение с Кришной, это противоречит принципам предного служения. То есть, это довольно, это не только недостаток анукула, анукулены, доброжелательного настроя, позитивного настроя. Анукул – это стремление, благоприятное расположение, желание доставить удовольствие Кришне. Это не только недостаток анукулена, это вообще уже в минус. То есть, это является проявлением нашего природного отвращения Кришне, такового качества обусловленных душ. Этим они отличаются от освобожденных душ. В одной из лекций Шилупрупада говорит о разнице между нитя-ситхами и нитя-бадхами, вечно освобожденными и вечно обусловленными душами. Он говорит, что нитя-ситхи, Шилупрупада говорит, нитя-ситхи, такие как Мама Ишода, Нанда Махарадж, другие жители Враджа, они безвоздельно привязаны к Кришне, они любят Кришну, испытывают. Они любят Кришну чистой, трансцендентной любовью. Они не могут жить без Кришны, мгновения не могут прожить без Кришны. А мы обусловленные души, мы ненавидим его, вот и все. То есть, это цитата, мы ненавидим его, вот и все. Это природное наше отвращение Кришне, оно есть, иначе мы не ждали бы, когда мы закончим свои круги, когда мы закончим служение и так далее. Иначе мы не приходили бы в беспокойство от мысли об удовлетворении своих потребностей в сне, еде, омовении, еще в чем-то. То есть, мы сейчас обсуждаем в таком, в абсолютном, в очень идеальном режиме, безусловно, мы можем далеки быть от этого состояния. Но метод сознания Кришны является как раз вот этим лечением, лечением от вот этого природного отвращения. То есть, не нужно этого стесняться или бояться. Нужно с этим работать, нужно избавить себя от этого недуга с помощью саддана-бхакти, развивая привязанность к Кришне. Саддья-бхакти, мы обсуждаем сейчас вот эти слова, которые являются проекцией Аня Белашта-шуньям из определения уттама-бхакти, чистого преднаслужения, в определение саддана-бхакти. Вот конкретно саддана-бхакти, деятельность с помощью чувств, саддая-бхава. Аня Белашта-шуньям, здесь выражена этими словами саддая-бхава, целью которой является пробуждение бхавы. Не слава, почет, признание, одобрение окружающих, преданных или не преданных, не материальное благополучие, даже не хорошее здоровье, не решение проблем, не просто отмотать круги или закончить какой-то ритуал и уже жить своей материальной мирской жизнью дальше. Целью является пробуждение бхавы или развитие рати, привязанности, экстатической любви к Кришне. Саддана обладает этой потенцией, она может эту бхаву, которую уже в нас, пробудить, если мы будем совершать саддану с правильным пониманием и с достаточной интенсивностью саддая-бхава. Вот это два элемента здесь, которые важно запомнить, обратить внимание на них. Это то, что бхава, целью которой является саддана, является нить осида вся, она уже есть, это не искусственное что-то. Шелл Прупада говорит, приводит сравнение с пробуждением способности ходить в ребенке, раз она есть, поэтому она и развивается. Если ее не было бы, ее нельзя было бы развить. Также это бхава, если бы ее не было, искусственно развить было бы невозможно, но она уже есть. Другое сравнение, которое Шелл Прупада использует, оно тоже популярно среди ачарьев и среди великих авторитетов в преданном служении. Это часто встречается в шастрах, это сравнение с больным и процессом лечения. То есть мы больны, вот все признаки нашей болезни мы сейчас с вами обсуждаем, вот это отторжение от трансцендентного, от Кришны. Это болезнь, отсутствие любви Кришны, это болезнь. И эту болезнь нужно лечить с помощью практики садхана-бхакти. Вот что такое садхана-бхакти в общем. И мы должны это определение выучить наизусть. И уметь объяснить это определение, то есть выучить, уметь объяснить его, обращая внимание на такие слова, как садхана-бхида, нитэ-сидэ-сэ-бхава-ся прокатям-криди-садхана-бхава-ся прокатям как раз означает пробуждение, проявление того, что уже есть. А не развитие, не выращивание чего-то, чего не было. Хриди это сердце, садхана-бхакти восходит. Есть шлока, похожая шлока о Кришна-преме, фактически аналог определения садхана-бхакти, Кришна-даса-кавираджига с вами, из читания-чаритамриты. Вечная и совершенная Кришна-према живет в сердце каждого живого существа, в дремлющем состоянии пока. Нитэ-сидэ-кришна-према, садхана-бхуная, но шраванади-шудхачите, шраванади-шудхачите, но посредством шравана, шравана, процесса слушания и ади, и других процессов предназлужения, шравана-ади-шудхачите, сознание очищается, и это вечная любовь к Богу, Кришна-према, живущее в сердце. Удая, удая это восход, то есть когда солнце, оно всегда есть, но вдруг оно показывается за горизонтом, оно не рождается в горизонте, оно уже всегда было там, но оно восходит. Таким же образом, да, Кришна-према, вечно живущее в сердце живого существа, под влиянием процессов, шраванам, киртанам и других, пробуждается. Это аналог, фактически, определение садхана-бхакти, шраванади-шудхачите, шраванади-шудхачите, это критий садья, это деятельность, совершаемая с помощью чувств, это элемент садхана-бхакти, шраванади-шравана и другие, это воздействует на, ну там вместо бхавы-према. Мы изучаем, мы говорили, почему здесь садхя, цель делится на бхаву и прему, фактически и бхава, и према, это цель садхана-бхакти, но почему разделяется, потому что вот эта стадия бхавы, когда человек уже преданный, квалифицированно общаться с Кришной, его чувство, и остхая бхава пробуждена, в общем-то он уже чистый, преданный и квалифицированный общаться с Господом, его сварупа раскрыта, он полностью самореализованная личность, все равно некоторые следы, последствия оскорбления остаются, и какое-то время проходит, прежде чем он от них полностью не освободится, и тогда уже пробуждается полностью према. Бхава будет далее в тексте Нектара Предности сравнена с лучом премы, то есть према это солнце, вот такая разница между бхавой и премой, према это солнце, а бхава это луч солнца, то есть бхава является лучом премы, то есть абсолютно то же самое, но пока еще проекция, так сказать, из духовного мира, духовная энергия проявляется в нашем, сложно в это поверить, что когда-то это произойдет в нашем теле, в нашем теле, в наших чувствах, в нашем уме, энергия, сам вид и холодильник проявляется, то есть не искусственно мы что-то изображаем, а сама Сварупа Шахти Кришны в ее аспектах хладини и сам вид проявляется в нашем уме, в речи, в чувствах, в нашем теле, в форме эмоций, в форме деятельности, чистая духовная энергия. Это цель садхана-бхакти, как мелочной мы можем быть по сравнению с этой целью порой. Продолжаем дальше. Итак, это определение. Определение садхана-бхакти. Далее. Рупагасвами шилпрупады ссылают вслед за ним. Ну, тексты бактера самрита синхвиш и нектара преданности идентичны местами, но шилпрупады более щедры по отношению к нам с вами, неграмотным и падшим. Его объяснения потрясающие и очень гладкие. Сложно это произнести, но кажется, что в нектаре преданности больше нектара, чем даже в бактера самрита синхвиш. Это субъективно, но субъективно достаточно массово. Для нас с вами это действительно может быть так. Текст нектара преданности воспринимается, ощущается, понимается гораздо легче. Но мы пользуемся текстом бактера самрита синхвиш, поскольку это оригинал, это хорошо, для академических целей очень важно. И он дает нам возможность как бы под микроскопом рассматривать комментарии шилпрупады, быть внимательными к комментариям шилпрупады. Мы видим, можно видеть, где какой момент шилпрупада объясняет. Итак, ссылки даются на слова Нарада Муни в седьмой песне Ширамад Бхагаватам, где он говорит о Саддана Бхакти. А каким образом он говорит о Саддане Бхакти? Он говорит, не так уж очевидно, если этот текст прочитать, что речь идет о Саддане Бхакти. Нарада Муни говорит, что так или иначе нужно сосредоточить ум на Кришне. Так или иначе. То есть он приводит примеры различных личностей, у которых так уж сложилось, они по разным причинам, по своим, сосредоточили ум на Кришне и от этого обрели благо, очень исключительное, очень эксклюзивное благо. И некоторые сосредоточили ум на Кришне из ненависти к Кришне. Кто это? Хираньякша сосредоточил ум на Вишну из ненависти к нему. Некоторые сосредоточили ум на Кришне и страха перед ним. Это камса. Некоторые без каких-либо вражеских чувств. Нирвайраха. Используют слово без каких-либо чувств. То есть враждебных чувств не было, ну и теплых тоже. Это указывается на Вайтхи Бхакти, на наш с вами уровень. А некоторые из-за родственных чувств или кама, или из-за вожделения. То есть гопи они видели в Кришне привлекательного юношу, с которым они хотели проводить время. Они любили его таким образом, были привязаны к нему с чувствами, похожими на мирское вожделение между юношами и девушками. И вот это перечисляет, Нарад Буни перечисляет. Некоторые так, некоторые так. И потом говорит, что поэтому нужно... То есть они обрели благо. То есть это очень большая ценность сосредоточить ум на Кришне. Если так или иначе, по какой-либо причине у кого-то удается это сделать, это совершенство жизни. Поэтому, он говорит, так или иначе, нужно сосредоточить ум на Кришне одним из позитивных, благоприятных методов. Позитивные и благоприятные это вожделение, как у гопи, родственные чувства, как у Ишоды, Нанды, или чувства пастушков также во Вриндаване, чувства жителей Враджа, чувства жителей Дварки. То есть такими позитивными чувствами. Либо, что нам тут остается, Нирвайрай, Вайтхибакти. То есть нам нужно сосредоточить ум на Кришне. Вот в чем, собственно, для чего нужна Саддана Бхакти. То есть пробуждение Бхавы – это конечная цель. Но каким образом эта Бхава пробуждается? Она пробуждается за счет того, что человек постоянно сосредоточен на Кришне. Он не может думать ни о чем, кроме Кришны. Так сложилась его жизнь, так устроена его жизнь, что он постоянно зафиксирован, зациклен на Кришне. Он не может думать ни о чем, ни о чем не думает. Это развивает Бхаву, чувства. Даже если чувства негативные, как у демонов, которые ненавидели Кришну или боялись Кришну, они обретают все равно освобождение. Они через мысли о Кришне очищаются. Кришна абсолютен, поэтому он не подвержен их враждебным чувствам или их страхам. То есть сам факт памятования о Кришне настолько могущественен, что он дарует освобождение. И это причина освобождения Камсы. Он думал о Кришне. А почему он не мог забыть о Кришне? Потому что он боялся, что именно Кришна убьет его, как было предсказано. И он еще немножко знанием обладал. Он знал, что Кришна или Вишну вечен. Его нельзя убить. И из-за этого, в этой панике и страхе, он был все время сосредоточен на Кришне. Он думал о нем всегда, во время еды, даже во сне. И можно видеть, что Камса обрел, получил плоды этого, получил плоды памятования о Кришне. Поэтому на родному не советуют. Не так. Нельзя сымитировать зависть или враждебность. То есть, это нельзя сымитировать. У этих душ, у этих демонов так сложилось. Также нельзя сымитировать вот это влечение, которое было у родственников, близких Кришна, у жителей Враджи, у Гопи. Это тоже нельзя сымитировать. Тогда что остается? Остается вот этот вот метод. Без враждебных чувств, ну и без таких каких-то других позитивных чувств тоже. Это в Айтхи Бхакти, регулируемое преднослужение. Просто берем и сосредотачиваем ум на Кришне. Искусственно. Да, без чувств. Поэтому дальше, после вот этих ссылок на слова Нара де Муни. Цитируется. А какие же матери... Ладно. Сейчас. С этим понятно. Пока все понятно. Удается следить за линией изложения. Кто-то... Кто-то ответьте. Чтобы я был уверен, что хотя бы одному понятно. Ну, если никто не против... Нет, это Сварупа Шакти Кришна. Это его энергия, личная энергия. Она проявляется в чувствах, в уме и в теле преданного, который достиг Бхавы. Она действует. То есть, все знают эту иерархию. Просто здесь надо ее вспомнить. Вот в этом контексте. Очень уместный вопрос. Иерархию среди преданных. Кто является самым лучшим преданным Верховной Личности Бога? Радхаране. Радхаране или на планетах Вайкунхи? Лакшме. То есть, почему? Она является энергией Кришны. Она является его энергией. Хладине Шакти. Хладине. Энергией наслаждения. И она является единственной непосредственной слугой Верховной Личности Бога. Остальные действуют под ее контролем. То есть, под влиянием Хладине Шакти преданные совершают действия. То есть, как здесь Майя в виде трек-гун материальной природы, как кукловод руководит всеми. То есть, на самом деле действуют гуны на материальном уровне. На духовном уровне действует Хладине Шакти. То есть, живое существо, оно лишь имеет чувство Кришны, привязанности, любви и желания видеть его счастливым, доставлять ему наслаждение. И на основании этого чувства, этого желания служить, духовная энергия Кришны проявляется в духовном теле или когда здесь в материальном-материальном теле. И руководит преданным таким образом, чтобы он был объектом наслаждения Кришны, чтобы он доставлял удовольствие Кришне. То есть, Радхаранья непосредственно служит Кришне, остальные служат через нее. То есть, она занимает нас. Махатма Настумам Партха. Дайви Пракрити Ашритага. Те, кто нашли прибежище в духовной энергии. Махатмы, великие души, сознают Кришну как изначального, неисчерпаемого, и постоянно служат Ему. То есть, влияние духовной энергии проявляется в том, что живое существо целиком погружается в сознание Кришны. Это сила определенная, которая фактически засасывает нас в духовную реальность. Мы не сами, мы не йоги, которые развиваем какие-то ситхи, пробиваем оболочки Вселенной, смотрим, о, Браман, о, Вайкунхи, полечу туда. Нет, мы принимаем прибежище у Кришны, у Его духовной энергии, через процессы преданного служения, через правила предписания в Бхакти. И если мы будем искренними, и Кришна, и Его духовная энергия, вот Харани проявит к нам милость, и нас просто, ну, все будет происходить само. Нам нужно прикладывать усилия в садане, результат саданы уже полностью в руках Кришны. То есть, процесс прогресса в сознании Кришны не механистический. Хорошо. А наши души, они не могут ничего проявлять сварупу, например, свою какую-то... Ничего, мы не можем, да, ничего пока? Это от чистоты зависит или от чего? В душе, душа обладает сварупой и присущей ей духовными качествами, но это может проявиться только по милости сварупа Шахте Кришны, Его личной духовной энергии. Это нельзя пробудить механически. То есть, если мы не положили сахар в чай, мы можем мешать сколько угодно его, влево, вправо, но сахар там не появится. То есть, это не в нашей власти. Мы должны принять прибежище у Кришны. Что там у нас проявится, когда у нас сварупа проснется. Это не находится под контролем живого существа. Никаким образом. Никогда и никак. Это дается Кришной, спускается сверху за смирение, предание, за искренность. Когда Кришна захочет. Мы являемся частицами Кришны, и мы обладаем трансцендентными качествами, как описано. Далее будет описано 78% качеств Господа есть в нас, в душах. Но это может частично проявиться через методы гианы, йоги или кармы. Но в полной мере 78% эти проявляются в чистой душе, которая достигает полного сознания Кришны. И это возможно только под воздействием духовной энергии. Мы занимаемся преданным служением как раз по этой причине. По причине того, что мы хотим находиться под контролем духовной энергии. Хотим войти в сферу действия духовной энергии, выйдя из сферы действия материальной энергии в форме трех гун. И процессы преданного служения дают нам такую возможность. Если мы будем следовать всему правильно, то не будет никаких проблем. Мы окажемся под влиянием духовной энергии. Она будет руководить нашими действиями, мыслями, чувствами, желаниями. Нематериальная энергия. Хорошо, продолжаем дальше. Итак, мы обсудили определение Саддана Бхакти. Далее наши Ачарии ссылаются на слова Нарады Муни в седьмой песне, где он говорит о Саддана Бхакти. Каким образом? Он говорит, что важно сосредоточить ум на Кришне, так или иначе, каким-то благоприятным образом, поскольку вражеские, враждебные чувства, зависть, злоба, ненависть, страх и, с другой стороны, благоприятные чувства, такие как у гопи, там, вожделение Кришне или родительские чувства. Это все нельзя сымитировать. То есть, это отпадает, как причины сосредоточения ума. Остается что-то, методом исключения, что-то другое. И далее цитируется Шлока из второй песни, Шимад Бхагаватам. Что другое? Какие еще побуждения? То есть, мотивация в виде ненависти, страха и вожделения родственных чувств, как хорошее, так и негативное, отпадает. Сердцу не прикажешь. Это нельзя имитировать. Либо это есть, либо этого нет. У нас этого нет. Мы не имеем таких чувств враждебных, как Хираньякша или Камса. У нас нет таких чувств, как у жителей Вриндавана или Дварги. Да? То есть, методом исключения, как мотивация, это отпадает. Тогда что же может быть побудительной причиной к Саддана Бхакти? Что может заставить заниматься человеком, человека Саддана Бхакти? И на это отвечает текст из второй песни Шимад Бхагаватам. Тасмат, Тасмат Вайрану Бхагаватам. А это пока не этот. Это вот как раз это пока тот стих. А дальше, да, из второй песни Шимад Бхагаватам. Тасмат Бхарата Сарватма, Бхагаван Ишвара Гарихи. Где Шукадай Бхагаватам говорит, что если ты хочешь освободиться из лап смерти, сейчас, секунду, я на этом прочитаю лучше всю шлоку. Дима Бхагаватам. Где Тасмат-бхарата-сарватма-бхагаван-ишваро-харихи 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 На этом моменте важно отметить, что есть два вида саддана-бхакти Мы с вами рассмотрели определение саддана-бхакти, что такое саддана С помощью чувств, деятельности, совершается цель развития бхавы Потом сосредоточение ума на Кришне Это то, что нужно достичь Это самое лучшее Из чувств, главным чувством является ум И ум полностью сосредоточенный на Кришне Это замечательно Даже демоны с враждебными чувствами достигали совершенства за счет этой сосредоточенности Но мы не можем сосредоточить Методом исключения мы уже поняли Что не можем такими способами сосредоточить И есть два вида садданы В этих двух видах садданы Методы Вернее методы Это правила и предписания Мотивация Стимулом Вот этим внутренним стимулом Что заставляет нас думать о Кришне Каким образом это происходит Сосредоточение ума Есть два вида садданы И в двух видах садданы Это по-разному происходит И это вайтхи саддана И рогануга саддана Рогануга саддана будет подробно обсуждаться позднее В рогануга саддане есть вот эти чувства Кришне Как другу, как сыну, как возлюбленному То есть чувства, связанные с расой У предного пробуждается его духовное тело И он привлекается определенными отношениями с Кришной Не какими-то другими А его собственными То есть его тянет Именно к определенной форме Кришны Он хочет постоянно думать, медитировать И слушать О лилах Кришны О отношениях преданных с Кришной В определенной расе То есть рогануга саддана будет обсуждаться позднее Вот Там могут быть вот эти благоприятные чувства У нас их нету И сердцу не прикажешь Все отпадает Значит вайтхи бакти И что же для вайтхи бакти побудительной причиной Допустим для демонов побудительной причиной Заставляющих их все время думать о Кришне Является негативное чувство Для рогануга саддак Являются их духовные вкусы Пробужденные уже Их тянет к определенной расе С Кришной То есть у них уже есть вот эти чувства Подобные гопи Или маме и шоде Вот они могут Такие преданные рогануга садданой занимаются У нас нет ни того ни другого Нам остается вайтхи Вайтхи саддана И про вайтхи саддана Про вайтхи саддану Говорится вот в этом стихе Тасмат бхара тасарва атма Бхагаваны швару харихи Шратавья киртитавьяш час Мартавьяш чачхата баям Кто заметил Какое здесь в этом стихе Побуждение к саддану бакте Утверждается Мотив побуждающий Кто может сказать Кто увидел мотив Мотив для вайтхи Саддана бакте Никто не хочет сказать Или никто не Бхая Страх Не совсем Страх Страх бая Подразумевается страх Крик Камса боялся Кришну Не мы так не боимся Кришну Мы наоборот принимаем прибежище у Кришны Боясь чего-то другого Да бая Я понял вашу логику Но нет Это не страх Это не страх перед Кришной Нас заставляет сосредотачивать ум на Кришне Страх перед Поэтому Тасмат это поэтому Нет Там другое слово Указывающее на вайтхи В этом стихе Кто те преданные многие Я как вижу Это в том стихе Нидвайрену указывает на Саддана бакте Когда нет враждебности Нет чувств Кришны Но Это на вайтхи бакте указывает А что касается здесь Здесь Имена Кришны Указывают на мотив Для Саддана бакте Хари Тот кто освобождает От страданий Материального существования От самсары То есть таково значение Этого стиха Если кто-то хочет освободиться От всех страданий Материального существования От смерти С рождения Сопутствующим им страданиям Тот должен Постоянно слушать Пометовать Прославлять Верховную Личность Бога То есть слово Хари Указывает на того Кто освобождает От страданий То есть мотивом Еще раз Мотивом для Саддана бакте Является Страх материального существования Страх перед самсарой Перед круговоротом Рождение и смерти Желание освободиться От него И желание освободиться От всех сопутствующих Этому Круговороту Смертей Страданий Вот таким образом Это мотивация Для Вайтхи Бакти И Дается Определение Вайтхи Бакти Татра Вайди До этого Немножко С последовательностью Сбились Но не страшно Может даже так Понятнее Да Определение Вайтхи Бакти Будьте внимательны Мы с вами В самом начале Обсуждали Определение Саддана Бакти А теперь Дается специфическое Определение Вайтхи Бакти Поскольку есть Два вида Бакти Есть Рогануга Бакти Рогануга Саддана В Саддане Есть два вида Саддана Да Есть два вида Саддана Бакти Рогануга Бакти И Вайтхи Бакти Рогануга будет Позднее В конце Вот этого Раздела Но сейчас Дается Определение Вайтхи Это то что В общем то Нам С вами интересно Нужно сосредоточить ум на Кришне, и вот оно определение Вайтхи. Ятрараганаваптатват правриттирупаджайате шасаненаевашастрася савайдхи бхактиручате. О, да, Варган Прабуд, да, я должен признать, Тасмат. Тасмат это уместное было. Тасмат указывает, является указанием на предыдущий текст. То есть, там были вопросы, что должен делать человек на пороге смерти, и было описание страданием обусловленных душ. И то, что Господь, Верховный Господь может освободить от них. Поэтому тот, кто хочет освободиться, в слове «поэтому», в общем-то, да, заложен вот этот смысл. Поэтому подразумевает, есть те, кто хочет освободиться от круговорота рождения и смерти и всех сопутствующих ему страданий, должны слушать, памятовать и прославлять Верховную Личность Бога, сверхдушу каждого повелителя всех и защитника своих преданных, того, кто освобождает от страданий. Хари, он как раз тот, кто освобождает от страданий. Вот эта мотивация для Саддана Бхакти, это то, что помогает сосредоточить ум на Кришне. Это еще не чистая любовь к Кришне, это не очень возвышенный мотив, но это подходящий мотив, это тот мотив, который подобает нам. С этого начинается Саддана Бхакти, с этого начинается сосредоточение ума на Кришне. Стимулом должно являться понимание природы, материального существования, которое полно страданий, то есть фактически благоразумие является мотивацией в Айтхи Бхакти. С этим понятно, что является побуждением, способом сосредоточения ума на Кришне, и для этого нужно следовать правилам и предписаниям. А, Татара-Вайтхи, определение Вайтхи, Ятара-Рагана-Вапта-Тват. Определение Вайтхи-Бхакти следующее. Когда действия в преданном служении исходят не из раги, привязанности Кришне, а из учения шастра, это называется Вайтхи-Бхакти. То есть нас побуждают к действиям шастры. Каким образом? Шастры говорят, что от мук материального существования можно освободиться, приняв прибежище у лотосных стоп верховной личности Бога. И вдохновляясь этими утверждениями, мы принимаем прибежище у Кришны и следуем уже правилам и предписаниям соответствующим. То есть деятельность, стимул мы получаем из шастра. Знание является стимулом шастры. Шастра раскрывает нам природу материального бытия, природу души, ее обусловленности, ее рабство, природу Кришны, природу Бхакти, Абхидеи. И на основе этого понимания мы принимаем прибежище в предном служении, следуем правилам и предписаниям Витхи и Нишетхи для того, чтобы очиститься и пробудить в себе привязанность Кришне, которая в свою очередь положит конец всему материальному существованию. То есть здесь отличие. В определении Вайтхи Бхакти звучит просто отличие. Подчеркивается, что побуждением к деятельности не являются чувства какие-то Кришне, а побуждением являются знания священных писаний. Шастры создают в нас веру, шаратху, и мы просто движимы этой шаратхой принимаем прибежище у Кришны, желая освободиться от мук материального существования, понимая, что положить конец этому можно, только развив трансцендентную любовную привязанность к Господу. Все с этим понятно, и если вопросы возникают, то, пожалуйста, можно по ходу... Можно спросить? Да, пожалуйста. Вот я пытаюсь следить, я что-то запуталась. Вообще, это по практике Сандрика Синха сейчас вот эти вот шарики стировались, я почему-то не могу найти у всех. Сейчас подскажу. Ну, татра-вайт-хи, это пятая шлока, 1, 2, 5. Вот до этого были... Было 1, 2, 3, 1, 2, 4, было сосредоточение ума на Кришне. А этот может настраницем экспозиции? Просто открывайте начало второй волны, 1, 2, 1. Тут достаточно легко все. 1, 2, 1, вот с этого начинается раздел, который мы с вами обсуждаем. 1, 2, 2, это определение Саддана Бхакти. Крити Саддья, Бхавет Саддья. И все, и дальше мы... Ну, ладно, поищем. Вторая волна в содержании, посмотрите, если есть содержание. Ага, ладно. Страницу я не могу сказать, у меня здесь Kindle-версия, и бумажная только английская версия. У вас есть английская Бхакти Расам Рецинку? У меня на русском. Тогда со страницами мы с вами не сойдемся. Вот, сам... Получается, не совсем по порядку, что здесь идет. Почему? Ну, вот я нашла, у меня получается, определение Саддана Бхакти. Это один... Там уже другая тема, потом идет, прописала табико. Я не знаю, не должно перевод на русском, перевод той книги, которая у меня здесь. 1, 2, 2, определение. Получается, идет Саддана Бхакти, а потом уже поступление, ведущее к премии, там дальше идет, получается, 3. Нет, уже третий раздел. А это уже далеко. Ну, вот получается, у меня второй раздел, сколько еще раз. Ну, хорошо. Окей, еще какие-то вопросы предные есть? Можно писать, можно голосом. Окей, если нет, то дальше. Итак, понятно, что все отметьте, что здесь есть определение Саддана Бхакти и есть определение Вайтхи Бхакти. Саддана Бхакти – это общее определение, где говорится, что это деятельность с помощью чувств, целью которой является развитие Бхавы, вечно живущей в сердце живого существа. Дальше проясняется, что ум сосредоточить на Кришне очень важно, и даже те, кто случилось так, что сосредоточились с плохими чувствами, достигли совершенства. Ну, и есть два вида Садданы, которые подходят разным людям. Тем, у кого есть привязанность к Кришне определенная, то они могут Аргануга Саддану практиковать, о ней будет позднее. Те, кто не имеет этой привязанности, они могут практиковать Вайтхи Саддану. И дается определение Вайтхи Садданы. Ее особенность в том, что у человека нет любви к Кришне, нет привязанности к Кришне. И думать о Кришне он не хочет из этих чувств, у него нет этих чувств. И это с одной стороны, с другой стороны, вместо этого стимулом, побуждением к предному служению является утверждение священных писаний, которые говорят о том, что процесс Бхакти, поклонения Господу, может освободить нас от круговорота рождения и смерти. И что, практикуя его, мы разовьем любовь к Богу. И таким образом, всему ужасу материального существования придет конец. И мы понимаем, что это благоразумно, да, принять прибежище в предном служении, заниматься им руководствуясь правилами и предписаниями. То есть, побуждение из шастра исходит, не из любви. Мы изучаем шастра, они вызывают у нас веру, мы хотим это практиковать, и вот так это происходит. Не теплота какая-то, как у родственников Кришны, у его друзей или у гопи, да, то есть нет такого. Это в Айдхи-Бхакти. Нет раги, нет влечения Кришне. Есть страх перед материальным существованием и есть вера. Естественным образом, следующий раздел будет Адхикари. Адхикар для Саддана-Бхакти. Кто может им заниматься? Какая квалификация для этого нужна? Вера, будет сказано. Фактически, вера является Адхикаром для Саддана-Бхакти. Вера в шастры, имеется в виду, естественно. Итак, из двух видов Садданы, Рагануги и Вайдхи. Вайдхи. Это то, что актуально для нас. И вот этот стих «Тасмат-барата-сарватма» Если кто-то хочет освободиться от этого материального существования, он должен прославлять и помнить о Верховной Личности Бога. Сверхдуше, повелители всех и защитники своих преданных, которые освобождают своих преданных от страданий. И теперь мы подошли к главному принципу всех правил и предписаний, регулирующих деятельность в преданном служении. Это шлока из Падмапураны, широко известная тоже. В Падмапуране говорится следующее. Человек должен постоянно думать о Вишну и никогда не забывать о нем. Все предписания и запреты зависят от этих двух принципов. Кинкарага. Слово кинкарага означает «слуги» или «служанки». Смиренная очень позиция слуг, прислуживающих. И кто тут кинкарага? Кинкарага прислугой является видгейнишедгей. Все правила предписания преданного служения являются кинкарага, слугами двух главных правил. Одно – это смартавья сататам вишнур. Это думать о Кришне. Это позитивное предписание. Нужно думать о Кришне всегда. Или о Вишну. И висмартавья на джат учит. И никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать о нем. Это запрет. Нельзя забывать. То есть, витхи – это предписание. Это нужно поклоняться Тулусе, нужно повторять святые имена, соблюдать икадыши. Это предписание. А витхи, а нишетхи – это нельзя убивать браманов, нельзя есть чеснок, нельзя то, нельзя это и так далее. Нельзя совершать оскорбления. Это то, что оскорбление, которое нужно избегать. Это к нишетхам относится. К негативным и позитивным предписаниям. Витхи и нишетхи. И самое главное из всех витх – это всегда помнить о Кришне. А самое главное из всех нишетх – это никогда о Кришне не забывать. И все правила и предписания – они просто прислуга у этих двух. Вот это очень важный принцип саддана-бхакти. Без этой шлоки мы не можем иметь правильного понимания, что такое вообще саддана-бхакти. Саддана-бхакти – это выполнение правил и предписаний, но вот с этой целью. С целью помочь себе помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Джива Гасвами говорит, что если принять противоположным образом, что пометование о Кришне – это вторично, а главное – правила и предписания, то результат будет противоположным. То есть никакой бавы, никакой премы человек не разовьет. Если он будет считать, что главное – правила и предписания, помню о Кришне, не помню – это ладно. Это не так важно. Главное – следовать правилам и предписаниям. Результата не будет. То есть нужно понимать, что повторяем святые имена мы для того, чтобы помнить о Кришне. Если мы подумаем по-другому, главное – я повторяю, не страшно, что я не помню. Все. Все упущено. Все пропало. Результата не будет. Или результат будет противоположный. Привязанность к Кришне не разовьется, если мы так будем относиться к воспеванию. Я повторяю, ну и ладно. То, что я не думаю о Кришне – ничего страшного. Но главное в садана-бахте – как раз сосредоточить ум на Кришне. И правила, и предписания различные – они лишь слуги этого принципа. То есть мы должны повторять святые имена для того, чтобы просто поддерживать в себе смараном пометование о Кришне. Для того, чтобы помнить о Нем. И повторять нужно так, чтобы даже когда мы отложили четки, мы продолжали думать о Кришне. Слушать о Кришне и читать нужно для того, чтобы думать о Нем. Молиться, выражать почтение, совершать практическое служение. Сосредоточение ума также включает в себя сосредоточение других чувств. То есть, занимая свои чувства предным служением, мы таким образом способствуем тому, чтобы наш ум сосредоточился на Кришне. Главное, чтобы ум сосредоточился. В конечном итоге – это главный принцип садана-бахте. И наши ачарьи очень бескомпромиссные в этом вопросе. Оба, и Джива Гасвами, и Вишванаджи, когда я такой решил, Барупада, говорят, что если человек не думает о Кришне, то таким образом он нарушает все правила, позитивные правила по поводу того, что надо делать. А если человек забыл о Кришне, то есть не думает, не следует позитивному призыву думать, а если он забыл, он нарушает запрет. Нельзя забывать. Он нарушает запрет. Нельзя забывать о Кришне или Вишну. Он нарушает тем самым все другие правила. То есть нарушение всех правил включено в это. То есть если человек забыл о Кришне, это все равно, что он убил Брамана, корову и совершил все грехи. Буквально. Если человек не думает о Кришне, это означает, что он не выполняет никаких предписаний шаста. Что все это бессмысленно. Все правила предписания, это для того, чтобы всегда думать о Кришне и никогда о нем не забывать. Вот это очень фундаментальный принцип в Айтхи Бакти. Я буду периодически спрашивать, есть ли вопросы. Потому что переживаю. Здесь много деталей. Технических много того, что надо запомнить. И, конечно же, невозможно все запомнить. Но нужно стараться, нужно присутствовать, пропускать через себя все это. И что-то останется на первом круге изучения этой шасты. Легче будет и на втором круге. Харе, Кришна, Матаджи. Когда мы повторяем святые имена, нам рекомендуют просто слушать вибрации этих звуков. Это означает, что мы помним о Кришне. Да, сосредоточить свое сознание с помощью слуха и речи на трансцендентной звуковой вибрации. Харе, Кришна, Махамантра. Это все равно, что помнить, думать о Кришне в его трансцендентной форме. Это одно и то же. Это не обязательно делать. Это может происходить. Можно этому не сопротивляться, если это происходит. Но процесс воспевания самодостаточен. достаточно произносить четко и слушать. Важно это делать в полном сознании, с полной верой в то, что Кришна не отличен от своего святого имени и в нем присутствуют все шакти. И повторяя святые имена, мы общаемся с Кришной непосредственно. То есть, вот это таким образом мы думаем о Кришне. Шилапрупада говорит в комментарии к стиху Манмана Бхавамат Бхто, что в Кали-югу предписание думать о Кришне и предписание Шичтани Махапрабху Киртани Асада Хари постоянно воспевать святые имена Господа. Это одно и то же. Всегда думать о Кришне для Кали-юга это означает всегда повторять святые имена. То есть, таким образом мы помним о Кришне, повторяя его святые имена, сосредотачивая свое сознание на звуке святого имени, который не отличен от Господа. И, конечно же, этот процесс воспевания он очищает и пробуждает душу. И в человеке может просыпаться влечение к качествам Кришны, влечение к трансцендентной форме, к лилам, к святым местам. Это и это может всплывать. Шлоки какие-то могут вдохновлять нас очень на общение с Кришной. какие-то утверждения Шилов Раупады из книг. Какой-то опыт наш или необходимость справиться с какой-то ответственностью может помогать нам сосредотачиваться на Кришне в его форме святого имени. Это духовная жизнь, это прежде всего жизнь. То есть, хотя есть стандарты, есть стандарты в понимании, есть стандарты в практике, есть зафиксированная уже цель, которую не надо выдумывать. Есть прописанные истины Сидханта в шастрах, в учении Ачарьев. Тем не менее, в духовной жизни есть динамика и есть даже выражение в читании Чиритамрати как волны океана Сидханты. То есть, океан он океан, он как бы избери, он один, но есть волны. То есть, понимание и понимание переживания разных преданных в зависимости от их индивидуальности и уровня духовного развития, они очень-очень богатые, очень разные. Да, то есть, не всегда мы можем стандартизировать воспевание. Но, если у человека нету полной веры в воспевание, и он не повторяет это сосредоточенно, повторяя, ну, просто произнося и слушая, то ничего остального быть не может. Не может быть ни формы Кришны, ни места игр Кришны, ни самих игр Кришны, ничего быть не может, все остальное будет искусственно. То есть, если я проваливаюсь в том, чтобы воспевать сознательно, с верой, в Святое Имя, то есть, если моей опорой в воспевании является не вера в Святое Имя, то есть, нет веры, да, я не могу в Святое Имя не верю, мне кажется, надо еще что-то, надо смотреть на Божества, допустим. Я не помню, кто, Панканжангай Прабу или Джананни Вас, Прабу, кто-то из них сказал, что если мы хотим улучшить свое воспевание, глядя на Божества, то мы таким образом оскорбляем Святое Имя, считая, что самого воспевания недостаточно. Но при этом воспевать в обществе Господа в форме Божества или смотреть на Божество не является оскорблением. Можно воспевать и присутствие Божества может вдохновлять нас, но концепция, нужно быть осторожным вот в этой ложной концепции. Святое Имя первично, это Сам Кришна со всеми своими шахтами, это единственный метод духовной самореализации в Кали-югу. Если мы не можем полностью в этот процесс погрузиться, не можем полную веру в этот процесс проявить, и поэтому пытаемся добавить Божество или музыку или еще что-то, то это оскорбительно. Если у нас есть эта полная вера, вот эта опора в воспевании в виде полной веры в Святое Имя, тогда могут возникать разные мысли. Это уже не мое дело, какие у вас мысли возникают, и не ваши, какие у меня. То есть есть динамика, духовная жизнь это жизнь. Сегодня одни, завтра другие, это не нарушает внимательности, не нарушает потока Бхакти. Есть мысли, которые нарушают, есть мысли, которые не нарушают потока предного служения, которые являются просто как раз просто следствием контакта с Кришной и с его духовной энергией. это как раз то, что ожидается. Святое Имя, трансцендентный звук Святого Имени пробуждает, очищает нас и пробуждает наше сознание. И благодаря Святому Имени мы можем оценить присутствие Кришны в форме Божества, мы можем оценить трансцендентную красоту Божества, понимая, что это трансцендентно. Это благодаря Святому Имени, а не наоборот. Это что касается постоянного пометования. Нужно больше воспевать, воспевать в уме, если есть стеснения какие-то, воспевать на четках, воспевать без четок. То есть нужно воспевать больше, нужно помнить о Кришне в этой форме Святого Имени. Это самый простой способ помнить о нем. И это единственный метод духовной самореализации. нужно заботиться о том, чтобы Святой Имени Кришна в этой форме, в форме Святого Имени не оставил нас. Для этого мы не должны жить в состоянии вот в этом желании оставить его, вычитать, вычитать 16, бросить четки, вычитать 16, отложить. Если есть время, если есть ощущения какие-то, надо воспевать. То есть ощущения могут быть разные. Я в мае, допустим, ощущение очень хорошее. Надо воспевать. О, или Майя рядом, она может меня съесть сейчас. Надо воспевать. Больше 16. Или я оскорбитель, я не могу прорваться, я в какой-то яме оскорблений, в стагнации. Надо больше воспевать. Это единственный метод духовной самореализации. Бхакстан Сарасвати говорил, что человек, который не воспевает 64 круга, он обязательно будет подвержен воздействию материальной энергии. 16 кругов достаточно в случае, когда человек находится в обществе преданных и занят постоянно предным служением, проповедью, воспеванием, другими формами воспевания, служением божествам и так далее. В противном случае нужно стараться воспевать больше. Шилл Прупбад это сказал, когда его спросили про 25 кругов в Икадыше. Он сказал, если человек преданный занят проповедью, не обязательно, достаточно 16, даже в Икадыше не надо воспевать больше. Тогда ученик спросил, это беседа была, я не помню, кто там был. Один из учеников спросил, а если человек преданный не проповедует? Шилл Прупбад сказал, если не проповедует, тогда он должен воспевать 25 и больше и не только в Икадыше. То есть принцип помнить о Кришне всегда. Если мы попомнили, так сказать, о Кришне какое-то время, а потом помним об объектах чувств, о материальных вещах, то мы будем падать, мы не будем нормально развиваться. То есть нужно усиливать свой смараном посредством шраваном и киртаном. шраваном, киртаном, вишну смараном. Дальше, да. Одно из определений смараном это анушраван, это то, что следует из киртана, то, что создается, рождается киртаном, шраваном, слушанием. То есть мы слушаем, это рождает нас верой и желание произносить святые имена или повторять славу Господа, проповедовать. И следующий этап смараном это влияет на наше памятование о Кришне. Ну и важный момент, чтобы руки не опускались, чтобы вера наша была в порядке. Важно отметить в комментариях Ачарьи говорят по поводу вот этого стиха «Всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать». Слово Сататам буквально означает «Всегда». Наши Ачарьи подчеркивают, что Сататам здесь для Вайтхи Бхакти означает каждый день, а не каждое мгновение, поскольку для Вайтхи Бхакти уровня Вайтхи Бхакти невозможно быть в Самадхи и помнить о Кришне каждое мгновение. Вайтхи Сататам означает «Каждый день». С помощью практики мы должны каждый день несколько раз в день сосредотачивать ум на Кришне, пытаясь помнить о нем и пытаясь не забыть его таким образом. То есть ничего страшного на уровне Вайтхи Бхакти не ожидается Самадхи. Самадхи это совершенство Бхавы и Премы уже. Нужно стабильно каждый день регулярно помнить о Кришне, выполняя различные методы предного служения. Или как здесь говорит в тексте Шива Праупада «Нужно организовать свою жизнь таким образом, построить свою жизнь таким образом, чтобы постоянно помнить о Кришне и никогда о нем не забывать». это вопрос организации также. То есть организации, вопрос занятости в процессах предного служения. То есть нужно постараться, чтобы жизнь была устроена таким образом, чтобы пометование сосредоточенности на Кришне и занятости чувств служения Кришне в нашей жизни было как можно больше. В совершенстве это 24 часа в сутки. Какие-то вопросы есть? Вопросов нету. Еще один момент в этом разделе, в этой главе, как у Шива Праупада это в «Нектаре преданности» построено, где мы сейчас на второй главе. Еще один интересный момент есть во второй главе, относящийся к теме. Мы обсуждаем саддана-бхакти, два вида садданы, вайтхи-бхакти, сосредоточение ума, так или иначе. Мы выбираем мотивацию для саддана-бхакти, страх перед самсарой, принцип, правила предписаний сататам, смартавья сататам-вишнух, что все правила предписания, которые мы выполняем, запреты, от которых мы ограничиваемся, это все для того, чтобы помнить о Кришне и никогда не забывать. Они слуги вот этого принципа. Вот это самый важный принцип, и памятование о Кришне даром не проходят, даже враги Кришны, думая о Кришне, обрели благо, обрели совершенство, освобождение. Что говорить об искренних преданных, которые будут стараться думать о Кришне, читая Кришнабук, читая Бхагавадгиту, обсуждая Бхагавадгиту, повторяя имена Кришны. Их будущее светло. Это однозначно. Вот такой прекрасный процесс предназлужения, то есть просто думая о Кришне, можно вернуться к Кришне, и для этого нужно выполнять несложные правила, о которых будет подробнее в следующих главах. Но в конце вот этого обсуждения делается утверждение, что это все, что эти принципы в Айтхи Бхакти, принципы, помогающие сосредоточиться на Кришне и никогда о нем не забывать, предназначены для каждого независимо от варны и ашрама. Вот это очень важный момент квалификации. Дальше потом, после вот этого пункта о варнах и ашрамах, что это для всех и для каждого, преданное служение это и для Шудар, и для Вайш, и для Кшатарев, и для Браманов, для Грехасхва, Напрасханьяси, и Брамачария, это для всех. Эти правила, предписания, эти принципы, они предназначены для всех и каждого независимо. Человек может оставаться, кем он является, выполнять обязанности Шудары, Кшатри, Брамачария Брамана, быть Брамачария или Грехасхой, или Саньяси, это окей. Но расположившись в этих обязанностях, он должен своей деятельностью служить Господу и совершать садану, которая одинаковая для всех варнах. Это слушание, воспевание и так далее. Это не только для Браманов. Преданное служение для всех, независимо от положения человека в обществе, от уровня духовного развития. Эти правила благоприятны для каждого и каждый должен им следовать. Вот хороший вопрос. Не могу понять, страх перед самсарой, как мотив вайтхи садана бхакти, это разве вписывается в слово анукульена из определения чистого предуслужения? Да, он вписывается, потому что средством спасения от самсары является принятие прибежища у Кришны, видение в Кришне единственного прибежища, единственного, кто может нас укрыть от этого, спасти от этого. Это анукульена. Здесь скорее можно поставить под сомнение принцип аня билаши та. Да, то есть не желать ничего взамен, а тут как бы желание освобождения. да, но на уровне садхана бау, но средством опять же избирается не просто освобождение, а мы принимаем прибежище у Кришны и практикуем садхану для того, чтобы развить бау, рати, привязанность к Кришне. То есть привязанность к Кришне является нашим средством. Мы знаем, что когда мы разовьем привязанность к Кришне, освобождение уже туда идет в комплект. Поэтому здесь также выполняется условие Аняабилашта. Безусловно, мы не можем ожидать полной реализации этого принципа Аняабилашта и Анакулиена на уровне Вайтхи Бхакти, но он вот таким образом реализуется. То есть у нас нет любви к Кришне, но мы практикуем Бхакти, чтобы развить эту любовь к Кришне. Вот таким образом принцип Аняабилашта Шуньям реализуется. И страх перед Самсарой это не главный мотив, это не единственный мотив. То есть это побуждение к тому, чтобы принять процесс преданного служения как средство, принять прибежище. Шаранагати является в общем-то средством, если быть точным, принятие прибежища у Кришны через процесс преданного служения. И принятие прибежища в практике целью своей ставит развитие Бхавы и Премы. И освобождение от Самсары является уже побочным эффектом. Но для нас этот побочный эффект естественно привлекательен, поскольку мы мучаемся, мы страдаем здесь, в этом материальном мире. Это факт. И продолжать эти страдания, продолжение этих страданий, продолжение Самсары обеспечивается материальными привязанностями, что является противоположностью преданности Кришне. Таким образом продолжение Самсары противоречит принципу преданного служения, потому что Самсару питают наши материальные привязанности. И наоборот, освобождение от Самсары не противоречит принципам преданного служения, поскольку при достижении освобождения платформы Брамхма Будды начинается настоящее чистое преданное служение. То есть есть разный подход к освобождению. Освобождение просто от и освобождение для. Мы хотим освободиться для достижения высшей платформы преданного служения. Мы освобождаемся от того, освобождаемся для преданного служения. То есть такова реальность и нет шансов, что на уровне Вайтхи Бакти у человека будет какой-то другой мотив. То есть мотив он как бы сшит, сложен из нескольких пазлов и вот этот пазл является очень важным. Вот это благоразумие, которое побуждает нас быть серьезными в Вайтхи Бакти, потому что иначе мы просто потеряемся в Самсаре, мы будем страдать от вождения и смерти. Это так. И принцип Анябилашта Шуньям, принцип Анукульена и Гьяна Кармадина Авритам не нарушается этим, лишь этим. В Бхагаватам эта идея развита, в седьмой главе первой песни, как раз где где Шукадева Гасвами, Сута Гасвами вдохновляют на преданное служение или на изучение Шримад Бхагаватам именно как на средство лечения материальной болезни. Это своего рода мы уже этот термин как-то использовали очищенный эгоизм. У Гьяни эгоизм грязный, им плевать на Кришну, они хотят просто освободиться от страданий материального бытия. В Бхакти нет такого эгоизма, это как бы этот эгоизм более чистый. Мы хотим освободиться и мы знаем, что Бхакти достаточно, чтобы освободиться от этих страданий, но высшей целью Бхакти не является освобождение. Высшей целью Бхакти является любовь к Богу и освобождение уже сопутствующий фактор этому. И поэтому преданный желая освободиться от самсары и достичь высшего совершенства в любви к Кришне занимается предным служением. Таким образом, это не противоречит принципам утвержденным в определении чистого предного служения. Удовлетворяет вас ответ или можно уточнить еще? Да, когда у нас развивается привязанность к Кришне освобождение, оно там где-то следом без наших даже целей само приходит. Освобождение уже включено в Бхакти. Более того, если мы заняты полностью умом, речью и телом предным служением, то мы уже освобождены. Это уже платформа освобождения. Не нужно освобождение отдельно к нему стремиться, не нужно о нем вообще думать, не нужно его считать целью. Если у вас есть тысяча долларов, у вас уже есть сто, то есть допустим нам, мне нужно сто долларов, помогите мне получить сто долларов. И кто-то из вас скажет, а вот пожалуйста, вот здесь ты можешь получить тысячу. а я говорю, нет, мне надо сто. То есть где здесь как бы проявление разума? В тысяче уже есть сто. Да вот бери тысячу, там уже есть сто. И вот это наш мотив. Мы берем тысячу. Но для нас очень важно сейчас на первое время сто. Горячая нужда. Мы страдаем очень сильно. Поэтому в общении с и через практику в обществе предных мы получаем все. знаем, что мы получим все. И нас могут мотивировать какие-то побочные продукты бахти. Но по мере развития знания они нас будут волновать все меньше и меньше. То есть человек который занимается в адхи бахти долгое время он обретает уже другие стимулы. То есть для него уже не так страшна самсара когда увеличивается вкус увеличивается духовное переживание. отходит само собой. Варган Прабу можете дополнить свой вопрос если что-то осталось неотвеченным или еще сформулировать самшая сомнение самшая это помогает лучше понять то есть кстати да можно не стесняться формулировать сомнение самшая в логике очень хороший фактор есть даже в западной логике такой термин как методическое сомнение формули правильно хорошо сформулированное сомнение помогает рассмотреть тему глубже также противоположные точки зрения пурвапакша в санскрите это тоже помогает еще лучше развить тему и так заканчиваем мы на варнах ашрамах то есть человеку варна ашрама не отвергается она не мешает а наоборот человек должен выполнять свои обязанности как служение господу и заниматься предным служением поклоняться вишну стремиться всегда помнить о нем и никогда не забывать совершая садану состоящую из шрауном киртаном и других процессов то есть это все для всех для женщин и мужчин для всех варн для всех ашрамов без разбора нет никаких уважительных причин ни для одной варны ни для одного ашрама так сказать увильнуть из-под этого предписания всегда помнить о Кришне и никогда не забывать все могут это делать и все должны это делать то есть здесь варна ашрама никаким образом не противопоставляется бхакти напротив говорится что встанности там что человек может быть тем кем он является и просто посвятить себя слушанию славе Господа из уст самореализованной личности практики других видов предного служения и Шиллопрупада этому разделу про варна уделяет достаточно много внимания он прям по всем варнам проходит браман вот так должен служить Кришне и Кшатаре вот так может служить это аспекты служения выходящие из-за пределы элементов садана бхакти то есть Арджуна это не сада на бхакти было сражение на курукшетаре это были его материальные обязанности которые были поставлены в служение превратились в форму служения Кришне допустим социальным служением брамана профессии брамана является обучение шастрам достигнув платформы вайшнава браман обучает сознанию Кришны больше ничему другому есть разные браманы они могут учить чему-то еще но они таким образом рискуют пасть со своего положения Шилупруппада говорит что если браман не проповедует о славе господа а только вкушает просад то он падет со своего положения любой член варнашама дармы потеряет свое положение если он не будет служить господу то есть вайши кшатри шудры браманы падут ниже будут ниже шудры вне кастовыми и так далее если они оставят оставят связь порвут связь с предным служением с поклонением вишну варнашам являются частями вселенского тела господа и они могут существовать только в преданном служении без преданного служения все варнашрам разрушается далее будет раздел где будет говориться что бхакти не зависит от варнашрама но в общем-то здесь а здесь пока в этом ключе это конец второй главы ушел праупады там говорится если вкратце кратко сформулировать говорится о том как варнашрама зависит от бхакти то есть в ней нет никакой ценности если мы браман но не служим господу грош цена такому браману если мы кшатры и не служим господу грош цена такому кшатры никакой ценности в этом нет но в то же время можно служить эти совершенства этих обязанностей это удовлетворение вишну шимадбхагатам об этом говорится что цель всех предписанных обязанностей варнашрама дарми удовлетворить вишну и далее мы сегодня его не начнем уже этот раздел адхикари конечно адхикари мадхямадхикари утамадхикари кто вообще может заниматься вайдхибхакти и оказывается есть три уровня адхикари начальный средний высший вот это очень интересная тема будем с ней разбираться в следующую субботу и сегодня я уже закончил с материалом полностью если есть вопросы еще пожалуйста можно задать ну один вопрос скажем и закончим если есть вопросов нет хорошо заканчиваем шри праппад ки жай шри рупа госвами ки жай шри бхакти расам рита синдху ки жай хри Кришна.